Всем привет, ребята! Я в Саудовской Аравии. Сегодня мой первый день здесь, и я решил выйти прогуляться, поделиться с вами впечатлениями. На самом деле город меня уже впечатлил. Я думал, что здесь будет похуже, чем в Куэйте, но здесь даже мне начинает нравиться больше, чем в Куэйте. Здесь как-то более оживленный город, и как-то он покрасивее. Хотя у меня сейчас на заднем фоне постройки всякие, я просто решил зайти в метро. Вот здесь здесь оказывается метро. Смотрите, мы вот так-то в танце. Очень жарко здесь, сегодня 32 градуса. Когда я вылетал из Азербайджана, было где-то градусов 10, тепла. Сейчас конец ноября. Наконец-то нашел тихое месечко, чтобы снять кусок видео. В общем, ребят, здесь мне пока что очень нравится. Я чувствую себя как в каком-то родном месте. Мне не кажется этот город каким-то таким чужим. Так, ну а сейчас пойду и попробую здесь блюда национальные, если смогу их найти. Так, а вот и первое национальное блюдо. Сейчас зайдем, чекнем, какой на вкус. А вот так вот выглядят саудовские реалы. Курс здесь составляет 3,75 реала к доллару. То есть на 100 долларов вы получаете 375 реал. Пришел мой заказ. В общем, я заказал картошку фри, 2 фалафельки, шаурму, пепси. Ну и тут соусы. Не очень полезная еда, зато очень вкусная. Стоимость заказа составила 23 реала. В пересчете на доллары это 6 долларов. Не могу сказать, что это дорого, но судить вам. А вот такие вот двора у арабов. У них широкие дороги во дворах. В отличие от Кувейта, где дороги узкие и ходить пешком вообще невозможно практически. Здесь хотя бы можно. В общем, иду я сейчас уже к себе домой. Район, в котором я нахожусь. Здесь очень много всяких, я бы назвал это дворцами. Но снимать я их не решаюсь, потому что в каждом доме таком стоят камеры видеонаблюдения наружные. И здесь со съемками строго, поэтому извиняйте, заснять не получится. Ну, а вот такие здесь мечети, кому интересно. Есть они здесь, на каждом углу. Где бы вы ни жили, вы будете слышать азан каждый день. Я уже допетлял домой. И день близится к концу. В общем, все понравилось. Единственное, что не очень понравилось, это то, что если вы любите ходить пешком, то здесь придется не сладко, потому что перейти дорогу, допустим, на другую часть улицы будет очень сложно. Ввиду того, что здесь большие автомагистрали, много автомобилей, и они двигаются постоянно. И перейти эту дорогу здесь как бы очень-очень накладно. Потому что нет пешеходных переходов, да и светофоров для пешеходов тоже нет. Мне нужно перейти вон туда. Я уже 40 минут иду вот по этому проспекту, пытаясь перейти дорогу. И этот нескончаемый поток движения автомобилей никак не позволяет мне перейти здесь дорогу. Вот такие здесь условия для пешеходов. Пришлось вызывать такси, чтобы перейти эту дорогу. Проехали мы 6,5 километров в объезд. Ну, зато доехал в целости и сохранности. В общем, без автомобиля здесь придется действительно не сладко. Так, сейчас подъедет мой водитель, отвезет на работу. И я вам покажу наш зал. Так, через 40 минут придут мои клиенты. Теперь у меня есть время, поэтому я пойду и потренируюсь. Тем более, в следующем месяце я записался на соревнования по кроссфиту. А некоторые упражнения из кроссфита я вообще никогда не выполнял. Поэтому нельзя терять время. Нужно готовиться. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. И также тренируем детей. Есть еще второй этаж. Там то же самое, что и на первом. Вот такой вот зал. Это наш тренер по джиу-джитсу из Южной Африки. Черный пояс. Мой водитель Акбар. Акбара я уже обучаю русскому языку. Он знает несколько слов, просто стесняется говорить на камеру. Здесь у нас еще два водителя. Один из Нигера, а второй из Египта. А вот и мой второй водитель Ахмед. А это наш водитель из Пакистана. Акрам. Акрам. Такие у нас позитивные водители. Тренера у нас тоже из Бразилии. Двое. Один из Сирии. Один из Венесуэлы. Есть тренер из Испании. Из Южной Африки. Вот такая вот мультинациональная страна. Здесь обычно, когда знакомишься с новыми людьми, после того, как они спрашивают, как тебя зовут, следующий вопрос обычно, откуда ты приехал. Ребята, страна меня поражает. Скажем, у меня все больше и больше. Я уже здесь приблизительно три недели. Страна поражает меня не красивыми архитектурными памятниками какими-нибудь или красивой инфраструктурой. Нет, вовсе нет. Поражает она меня тем, что здесь я себя чувствую как у себя дома. Здесь мне нравится то, что все мои желания, которые у меня были, они словно начинают осуществляться наконец-то. Мои клиенты прекрасные люди. Арабы. Вот. Я их очень люблю, уважаю. Они очень добрые. Каждый день пытаются меня как-то чем-то помочь, поддержать. Хотя я как бы не нуждаюсь ни по той помощи. Делают подарки. Хотя я как бы тоже не прошу никаких подарков. Вот, например, меня сегодня один из моих лет угостил кофе из своей кофейни. Другой принес мне сладости. В общем, это меня, конечно, поражает. Вроде как мелочи, конечно. Но очень-очень приятно. Это показывает человеческую натуру. Только что я проводил групповое занятие по кроссфиту. И один из моих клиентов в начале тренировки спросил, как мое здоровье. Ну, я ему немного пожаловался. Сказал, что у меня проблемы с суставами. Возникли они у меня из-за того, что я слишком много провел тренировок по кроссфиту. И появились кое-какие проблемы с суставами. Так что вы думаете он сделал? После тренировки он поехал в опеку, купил мне лекарство для суставов и привез. Я, конечно, уже не так сильно удивляюсь доброте арабов. Очень приятные люди. Хотя, возможно, мне на них так везет, и я делаю слишком поспешные выводы. Но однозначно очень хорошие люди. Каждый день, ребята, я выхожу с работы днем, чтобы совершить небольшую прогулку. 20-30 минутную. Делаю я это по причине... по двум причинам. Первое, это то, что это полезно для здоровья, ходьба и все дела. Там сжигаете дополнительные калории. Ну, а вторая причина, это то, что в промежуток с 12 до 3 часов дня мы получаем самое большое количество ультрафиолетовых лучей, благодаря которым вырабатывается у нас под кожей витамин D. Соответственно, 20-30 минут в день нужно находиться под солнышком, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы кости были крепкими, чтобы с гормональной системой не возникало проблем, и чтобы вы всегда находились в позитивном настроении. поэтому, ребят, находитесь под солнышком каждый день. У нас тут остается две недели до Нового года, а сегодня 27 градусов тепла. Представляете, да? Это немного, конечно, забавно. И да, ребят, чуть не забыл упомянуть, что если вы живете в северных странах, таких как, допустим, страны Скандинавии или Россия, то солнца там мало. И витамин D вы можете получать только с помощью большого потребления морепродуктов или же с помощью добавок с витамином D. Три года назад я поехал в Москву отметить Новый год и пробыл там пять дней. И за пять дней, ребята, ни разу, ни разу я не видел солнышка. Неудивительно, почему люди там такие злые и раздражительные. Все дело в том, что солнышка им не хватает. Так, ребят, мы сейчас находимся в парке Короля Абдула. Это самый популярный парк здесь, в Саудовской Аравии, в Бриаде. Вот, это мой друг, Мухаммед. Да, он из Саудовской Аравии и говорит по-русски. А это Ясар. Вот. Очень хорошие ребята. Спасибо. Да, очень добрые. Добрый водяр в Саудовской Аравии. Спасибо, спасибо. Вход в этот парк стоит 11 триал, да? 11 триал. Короля Абдулла. Да. Парк Короля Абдулла. Хороший парк. Будете в Риаде, обязательно зайдите. Хорошая погода. Да, погода хорошая. Сегодня Новый год. Сегодня будет Новый год. Сегодня последний день. Да. В 2021 году. Поэтому желаю всем всего самого наилучшего в 2022. Новый год. Новый год. зашли перекусить в индийский ресторан очень большие порции очень вкусно мухаммед спасибо спасибо очень добрые ребята ясер thank you thank you for inviting me очень добрые ребята как я говорил арабы и еда здесь очень вкусная и и и и и и и Так, подведем небольшие итоги. Я здесь уже нахожусь чуть больше месяца. И за все это время я выделил несколько моментов, которые отличают эту страну от людей, в которых я был. Ну, начнем с людей. Как я говорил ранее, люди здесь очень добрые. Даже вот эти ребята, Мухаммед и Ясер, с которыми я сегодня гулял, я их встретил впервые. До этого я с ними никогда не виделся. Они любезно согласились мне показать город. Мы погуляли в парке, посидели там, попили кофе. Потом они меня пригласили в индийский ресторан. В общем, очень добрые люди. Хотя, возможно, повторюсь, возможно, мне просто на них так везет. Но у меня уже сложилось впечатление, что это очень добрые, отзывчивые люди. Следующее, что здесь отличается, это то, что когда вы идете по проспекту, по городу, то очень много кафе, ресторанов, тренажерных залов, торговых центров. Они буквально повторяются один за другим. И если вы шопоголик, вам это понравится здесь однозначно. Вот такие здания в форме коробок. И вот так один за другим идешь. И вот так вот они. Магазины, кафе, рестораны. Вот все достраивают. Там то же самое. Но не всем эта страна может понравиться, потому что здесь, допустим, запрещена продажа алкоголя. Здесь нет ночных клубов. Это все запрещено на законодательном уровне. Поэтому, если вы любитель таких вещей, вам здесь не подойдет. Хотя, справедливости ради скажу, что здесь достаточно много крутых фестивалей проходит, что меня удивило. Вот несколько дней назад был концерт Middle Beast, на котором присутствовали звезды мирового уровня. И, в принципе, здесь очень много таких фестивалей. Здесь даже конкурсы красоты среди верблюдов проходят. Вот, кстати, я читал на днях, что 40 верблюдов исключили из конкурса красоты за то, что им впивали ботекс в губы. Ну, чтобы увеличить шансы выиграть конкурс. И я вам скажу, что сумма призовых здесь, конечно, фантастическая. 66 миллионов долларов. Поэтому понять можно, почему они так стараются с ботексом. Еще здесь проходит довольно большое количество крутых соревнований. Вот на одних из них я в следующем месяце буду выступать по кроссфиту. И здесь очень помогают развитию спорта. И да, еще что очень важно, это вам понадобятся автомобили. Потому что на своих двух вам в этом городе будет очень сложно. Ввиду вот этого трафика, который я показывал вам, что пешеходам здесь нехладко. Ну, и сам город очень большой. Поэтому либо автомобиль, либо же услуги такси. Есть вот еще автобусы. Но как они работают, я так и не разобрался. Поэтому вот такие вот дела, ребята. Автомобиль, штука нужная. Здесь они, кстати, не такие дорогие. Из-за того, что здесь низкие налоги. Поэтому вы сможете себе его позволить. Через пару месяцев так. Поработайте 3-4 месяца и сможете себе купить нормальный новый автомобиль. Еще очень сильно радует высокий уровень безопасности. И вот эти все партии, которые в интернете рассказывают, мол, вы поедете в арабскую страну и попадете в рабство, это все чушь собачья. Здесь очень безопасно. За все мое время пребывания в Аравии я ни разу не слышал ни о случаях грабежей, убийств, каких-нибудь суицидов, военных каких-то действий, разборок каких-то криминальных. Этого всего нет. То, что у нас в СНК популярно. И это, конечно, очень радует. У меня было несколько раз, что я оставлял свой телефон в тренажерном зале, уходил и забывал за него. Потом возвращался там на следующий день. И он лежал на том самом месте, где я его оставлял. То есть никто ничего не крадет. Я здесь даже свои вещи оставляю в ящике и не закрываю ящик. И здесь очень действительно безопасно. Я думаю, это отчасти по той причине, что здесь люди очень религиозные. И заниматься подобными вещами это очень греховное дело. А они всего этого стараются сторониться. И люди здесь довольно счастливые. По крайней мере, у меня такое впечатление складывается. И словно у них нет никаких в жизни проблем. Хотя, конечно, проблемы есть у всех. Но вот когда с ними общаешься, такое чувство, что у этих людей действительно нет проблем. Складывается впечатление, что люди здесь действительно счастливы. И живут они в целом в доставке. Особо они ни в чем не нуждаются. Да и нищих я здесь не встречал. И не встречал бездомных, попрошаек. Этого всего здесь тоже, скорее всего, нет. Потому что я лично не видел ни разу. А еще интересный факт, это то, что средняя продолжительность жизни здесь 74 года. Согласно данным, которые я взял из интернета, это на 3 года выше средних общей мировых значений, которая составляет 71 год. В Саудовской Аравии люди часто оставляют свои машины открытыми и оставляют двигатель внутреннего загорания включенным и уходят куда-то. Как, например, сделал мой водитель полчаса назад. Он просто включил двигатель и ушел куда-то. Я не знаю, зачем они это делают. Ну, хотя... Я не знаю, зачем они это делают. А вот так вот выглядят автобусные остановки в Риаде. С камерой, конечно же, видеонаблюдение. Внутри есть кондиционер. Все необходимое для жизни. Если у вас нет денег на жилье, то можно остаться здесь пожить. Так, нажмите на кнопку. Ага, не работает. Рано радовался я. Видимо, на ремонте. Да, ребята, здесь действительно много национальностей. И связано это в первую очередь с тем, что 40% населения страны составляют иммигранты. То есть практически половина. Поэтому неудивительно, что я здесь встречаю постоянно новых людей из разных стран. Приезжают они сюда, чтобы заработать денег, потому что здесь достаточно хорошая экономическая ситуация. И это по понятным причинам. Потому как Саудовская Аравия является основным экспортером нефти, ресурсов в другие страны. И 75% бюджетных средств страны приходит именно благодаря продаже нефти. А что еще для меня явилось сюрпризом в Саудовской Аравии, это то, что местные работают практически на любых работах. Я встречал саудитов, которые работают в такси, которые работают продавцами в магазине. И в этом нет ничего зазорного, так как зарплаты у них достаточно высокие и начинаются от 2000 долларов и выше. Почему меня это удивило? Потому как я думал, что они не работают на таких работах. Потому как в Кувейде, например, местные жители могут не работать и получать пособие, если мне не изменяет память, в полторы тысячи долларов. Поэтому в Кувейде, например, вы не встретите местных, которые работают в такси или продавцами. Ребята, сегодня идет дождь в Саудовской Аравии. Как объяснили мне мои коллеги по работе, это очень редкое событие. И дождь здесь идет только в одном месяце в году. И то там пару дней. Поэтому арабы здесь очень любят дождь. Да и я тоже его люблю. Каждый день мы сталкиваемся с трудностями. И эти трудности делают нас лучше, либо разрушают нас. Выбор всегда остается за нами. Поэтому каждому из вас я желаю преодолевать любые трудности на вашем пути. Не опускайте руки. Всегда идите до победного конца. И помните, что у вас все получится. Другой сход забыть просто невозможно. С вами был канал Абукей. Я Расим. До новых скетч. Пока!